всем привет друзья джейсон снова на связи уходит закат 2021 год и хочется завершить его интересной сборкой пк причем как вы уже поняли из названия рассчитана данная сборка на создателей цифрового контента но это не значит что она из-за этого будет как-то ограничено в использовании к примеру если взять игровую составляющую то ее производительности будет более чем достаточно для того чтобы порубиться в любые существующие на данный момент игры в высоком разрешении и с весьма комфортным fps я просто хочу собрать понятное дело насколько это возможно в моем конкретном случае максимально тихий производительный и конечно же стильный пк который не будет стоить миллионы но за который можно будет комфортно проводить много времени и неважно будут ли это рабочие задачи игры либо просмотр любимой кинофраншизы ну а перед тем как рассказать из каких же комплектующих будет состоять данная сборка я бы хотел поблагодарить бренды которые предоставили для сборки нужные компоненты это asus noktua patriot угар и чифтек за что им огромное спасибо и также благодарю интернет магазин телемарт за предоставленный для сборки процессор у них кстати сейчас новогодние скидки а также присутствует бесплатная доставка так что если что-то из комплектухи на данный момент присматривайте то загляните к ним возможно удастся приобрести нужную запчасть со скидкой да еще и на доставке сэкономить ну а теперь переходим к комплектующим собирать все буду на базе полноформатной материнской платы asus pro art б 550 creator как понятно из ее названия она на основе чипсета б 550 помимо кучи различных современных интерфейсов и двух скоростных сетевых контроллеров уникальность ее в том что в ней полноценно реализованный интерфейс thunderbolt 4 позволяющий использовать максимально скоростные внешние накопители а также подключать различную thunderbolt периферии и для процессоров amd я нашел всего две материнские платы которые поддерживают данный интерфейс это как раз эта плата и pro art x570 creator вай фай также от asus все остальные материнки предназначены для процессоров intel и как видно данная плата является самой доступной по цене из всех представленных но на ее качестве asus не экономили выполнена плата на высококачественной элементной базе и имеет мощный блок vrm с эффективным охлаждением также для этой платы производитель предлагает специализированную утилиту pro art creator hub которая позволит отследить состояние компонентов компьютера улучшить качество звука и оптимизировать работу сетью процессор буду использовать достаточно популярный производительный разен 5 5600 x это 6 ядер 12 потоков с базовой частотой 3 7 гигагерца и динамическим разгоном до 4 и 6 при 65 ватном тепловом пакете также у него в запасе 32 мегабайта кэш-памяти l3 и двухканальный контроль разыл с гарантированной поддержкой ddr4-3200 охлаждать его буду с помощью сжо asus rockstrix lc240 rgb но ее штатные вентиляторы для достижения максимального акустического комфорта и производительности заменен на вот такие вертушки от noktua и по моему скромному мнению это одни из лучших универсальных вентиляторов которые присутствуют сейчас на рынке и которые можно использовать как на радиаторах сжо так и на корпусе ну а про цвет я вообще молчу это просто космос термопасту также буду использовать от noktua и это на данный момент их топовый термоинтерфейс nth2 оперативная память данной сборки представлена 16 гигабайтным комплектом ddr4 серии blackout от бренда patriot частотой в 3600 мегагерц и таймингами cl18 чипы hynix высота модулей за счет стильных черных радиаторов составляет 40 миллиметров для операционной системы и программ здесь буду использовать весьма производительный м2 ssd накопитель patriot p300 на 512 гигабайт на него у меня недавно был полноценный обзор в котором он показал достойные для своего класса результаты по ссылочке в правом верхнем углу или в описании под этим видео сможете более подробно с ним познакомиться для хранения переноса информации можно будет использовать внешний скоростной накопитель asus rockstrix orion s 500 на 500 гигабайт который по сути представляет собой стильный алюминиевый карман для м2 накопителя и в котором накопитель уже предустановлен производителем высокая скорость передачи данных достигается за счет использования подключения по usb 3.2 gen 2 type-c и может достигать 1000 мегабайт секунду кстати говоря такой карман можно купить отдельно называется он просто rockstrix orion и установить в него к примеру накопитель на 2 терабайта если 500 гигабайт вам будет мало видеокарта в данной сборке будет представлена просто сумасшедший в плане внешнего вида и охлаждения asus rtx 3070 noktua osi edition и как по мне это лучший совместный проект за 2021 год смотрю на нее и у меня нет слов но это ж просто бомба такую видеокарту точно не стыдно будет показать не только своим друзьям и знакомым но еще и девушке своей или парню жене или мужу кому как удобнее в зависимости от ситуации кстати говоря на канале уаннет вышел отличный обзор на данную видеокарту и я настоятельно рекомендую его к просмотру ссылочку на него найдете в описании под этим видео блок питания буду использовать чифтек серии polaris мощностью 750 ватт он полностью модульный сертификат 80 плюс голд его мощности для данной сборки будет более чем достаточно а главное при его мощности он компактный его длина всего 140 миллиметров ну и наконец домом для всего вышеперечисленного добра станет open frame metal case cougar blazer essence из-за своего строения внешне кому-то он понравится кому-то нет но как по мне внешка у него просто 10 джейсонов из 10 я честно скажу очень давно хотел в этом металлическом шасси сделать какую-то интересную сборку и вот наконец-то такая возможность представилась в общем про всю комплектуху рассказал гоу собирать томас Субтитры сделал DimaTorzok Из-за того, что видеокарта длинная и 4 слота занимает, она упирается в блок питания, когда он стоит вот здесь, то есть на своем штатном месте. Поэтому пришлось его закрепить в вертикальном положении, чтобы они не мешали друг другу. Все кабели от блока уже подкинул, доп. питания для видеокарты также вывел. Сейчас покажу, как это выглядит с обратной стороны. Сзади пока все это добро выглядит вот так. Я сразу укладываю и закрепляю кабели стяжками, так как даже если не угадаю где-то здесь с разводкой, то стяжки просто срежу и сделаю как нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, по сути все собрано. Но в таком вот состоянии я эту видеокарту точно никому бы не показывал. Хорошо, что у меня есть вот такой универсальный держатель для видеокарты от компании Deepcool. И сейчас я эту ситуацию быстренько исправлю. Ну вот, теперь другое дело. Осталось мелочь. Так как видеокарта не только длинная, толстая, но и широкая, в таком варианте боковую стеклянную панель установить на место не получится. Радую, что в комплекте с корпусом Cougar Blazer Essence производитель положил вот такие запасные удлиненные стойки. И с помощью замены штатных стоек на эти, проблема будет решена. Сборка завершена. Задняя часть теперь выглядит вот так, и могу сказать, что полученным результатом я максимально доволен. Потому что, как говорится, пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Чуть не забыл, из-за переднего расположения блокопитания, его кабель при таком креплении, как у меня, после выхода из корпуса, получается достаточно коротким. Но для меня это не критично, так как розетка находится рядом. Ну а вот так брутально уже выглядит полноценно собранная система. И так как светилась здесь только помпа, то я ее подсветку программно отключил, дабы она не выбивалась из общей картины. Продолжение следует... Включил режим работы вентиляторов на тихий, и в биосе вручную отредактировал скорость работы помпы СЖО в зависимости от температуры процессора. И теперь вся система для меня работает максимально акустически комфортно. Я не уверен, конечно, что у меня получится передать насколько тихо работает системник, но все же попробую. Не могу сказать, правильно показывает шумомер этот или нет, но я сижу где-то примерно на расстоянии в метр от компа. Ну и где-то на таком расстоянии находится микрофон. Ну а данный парень снимает рядом практически с ним. Комп работает очень тихо. В тесте стабильности системы от ID64, вот такие вот результаты показывает процессор. И вот такие вот видяшка. Это за 12 минут. Ну и по звуку я постараюсь даже поближе подсунуть, чтобы вы понимали, насколько это тихо или громко. Каждый сам решит. Ну, как по мне, это максимально тихо. Тоже Киберпанк. Настройки. Трассировка лучей. Ну, короче, все накрутил на максимум. Full HD. Так. Что у нас здесь? И тут по процессу. Полтосик. Видяшка. 59,8. Память вроде как 73. На видяшке. Ну и... Вот так звучит. Ну это тихо. Радует. В общем, что хотел, а именно собрать тихий, производительный и при этом стильный ПК, то и получил. Ну а на этом у меня все. Ссылочки на комплектующие использованные в этом ПК оставлю в описании. Возможно, кому-то они пригодятся. Ну а я в свою очередь желаю всем вам и вашим близким в новом году крепкого здоровья, семейного благополучия и успеха во всех начинаниях. Спасибо, что смотрите и поддерживайте мой канал. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До встречи в новом году. Покедова. Субтитры сделал DimaTorzok